На протяжении нескольких лет модельное агентство Vision было известно благодаря участию в различных модных проектах нашего города. Собственным детищем агентства являлся конкурс Fashion Pro, победительницы которого не раз появлялись на обложках и страницах известных журналов. Не так давно, после многолетнего перерыва, агентство объявило о возобновлении своей работы. Начать решили с фотосессии с участием моделей одного из первых составов. Девушки уже состоялись в других профессиях, но не потеряли форму, драйв и профессиональные навыки. Мне кажется, вообще изменился мир. То есть, если раньше, 12 лет назад, мы снимали, работали на каталогах, да, когда какое-то швейное производство или какой-то магазин, то есть даже отдел заказывали съемки. И сейчас просто вот этот бизнес Fashion, он стал очень быстро. То есть, создали платье, отфотографировали, нашли модель, сделали образ шикарный, пригласили стилиста, сфотографировали, продали. И вот сейчас, наверное, мы работаем конкретно в агентстве Vision над полным циклом. То есть, лично я эту моду понимаю от начала создания платья, лекала, посадки до, ну, в промежутке, естественно, это продвижение этого товара, это фэшн, съемки, это показы. Соответственно, это финальный продукт его продажи. Вот сейчас вот эта эра, она просто поменялась. И мне очень нравится, что российские дизайнеры, да и просто магазины, которые появляются новые, они разные, да, но в связи вот с интернетом очень интересная, возможно, получится работа. Тенденция последнего времени – выход за рамки модельных параметров. Это касается и возраста, и пропорций. То есть, на подиум вот в этом сезоне, на неделе моды в Милане, вот Элизавета Франки, мой любимый дизайнер, сделала показы из Инстаграм-див. Вот собрала их, и они, конечно, выделялись, но они выделялись своей харизмой, не тем, что у них там какие-то параметры несколько других. Мне понравилась эта идея. И сейчас вообще в моде модно все, что нестандартно. Ну и вот агентство Vision как раз-таки будет отличаться тем, что у нас будет много возрастных моделей. Я хочу сделать это агентство открытым, чтобы, ну, как бы отвечать запросам любого клиента, любого магазина, любой одежды. Для этой фотосъемки пригласили фэшн-фотографа Дмитрия Болотина и мейкап-артиста Анну Дюрягину. Им помогали хорошая погода и стильная коллекция. Была поставлена цель как летней тенденции. Я использовала в основном цветные каялы, и самая главная летняя тенденция этого сезона – это макияж без макияжа. Легкий стробинг. Мы выделяли скулы, мы выделяли носик, мы выделяли галочку возле губ. Это все подсвечивает и очень свежо выглядит. Также у некоторых моделей были использованы цветные туши, что летом тоже актуально. Это просто ярко и красиво. Также в этом сезоне идет дань 90-м. И в тренде очень голубая гамма, бирюзовые, синие и голубые оттенки. Также очень актуальны глянцевые помады ярких цветов. Это наша совместная, да, как бы была идея, потому что в Челябинске лето длится 4 месяца от силы, и то так не считается. Поэтому лично для меня я стараюсь летом максимально съемок делать, потому что за зиму, за весну, за осень в студии устаешь, и уже хочется с естественным светом снимать. Даже если там затянуто или наоборот ярко сробится, все, хочется больше на улице творить. Стремительное развитие фэшн-индустрии требует мобилизации всех ее участников. Именно поэтому в агентстве Vision сейчас активно занимаются поисками новых лиц. На кастинге готовы отсмотреть всех желающих, но конкурс Fashion Pro по традиции станет стартовой площадкой именно для начинающих моделей.